Всем привет, всем жечь-буречь, всем здорово! Выпуск про мой Largus. В принципе, ничего такого, скажем так, экстраординарного или внепланового, или интересного, можно так сказать, это очередное ТО. Но я хочу зафиксировать пробег, дату, скажем так, то, что я делаю в своей машине, потому что, как вы знаете по моему каналу, я, то, что касается Largus, стараюсь все фиксировать на камеру, вот, поэтому просто сейчас расскажу, что я делаю в техническом обслуживании на 140 тысячах рублей, хотел сказать, тысячах километров. Конечно, это ТО должно было быть на 135, но я на 130 заранее, то есть не на 135, а на 130 я поменял масло. Поэтому сейчас меняю, как бы, через 10 тысяч на 140, ну, как-то мне комфортнее так считать, возможно, там, ну, в общем, так вот я, да, лучше решил пораньше, вот этот интервал. Кроме масла, я хочу поменять еще антифриз. До смены антифриза я менял на 90, по-моему, тысячах или на 120, ну, в общем, там, как по регламенту, да. Почему? Потому что я, когда менял помпу, а все увидели это видео, как раз на 120, по-моему, тысячах я менял помпу или около того, антифриз сливали, сливали, понятное дело, в мастерской, в общие какие-то емкости, потом обратно заливали через фильтры, но все равно, как бы, антифриз имел такой цвет не заводской, скажем так, он был как-то какой-то темный уже был антифриз. Вот, я так понимаю, что из-за того, что как раз в эти жидкости, в общей емкости сливался, в которые постоянно сливают какие-то там, ну, скажем так, такие же жидкости, тосола, антифриза, еще что-то, они, конечно, были чистые, промытые, но все равно, думаю, лучше поменять. Тем более, вот, что, с одной стороны, радует в Ларгусе то, что до 140 тысяч я проехал, все делал по регламенту, ну, конечно, поменял я там амортизаторы поменял, поменял еще, может быть, какие-то моменты, но по факту ничем меня Ларгус тьфу-тьфу-тьфу не расстраивает. Ездит отлично, все здорово, единственное, два момента. Первое, жутко скрипят тормозные колодки, еще внутри, я не знаю, как снаружи, вообще, видимо, ужасный скрип стоит, передние тормозные, которые я, типа, оригинальные, задешево купил, ну, скупаю, платят дважды, что называется, я скоро тоже их куплю и поменяю, просто сейчас как-то не заехал в магазин, не купил нормальные тормозные колодки. Вот, и холодно немножко в машине. Откровенно, долго греется, если раньше я на однерочку ставил силу обдува, да, то сейчас постоянно ставлю на двойку, и то немножко не хватает, то есть куда-то далеко по трассе еду, все отогревается. По городу подмерзаю, откровенно подмерзаю, поэтому вот как-то уменьшилось. Все говорят, Largus холодная машина, возможно, но при этом, при всем, в прошлом году грела она значительно лучше. Вот, поэтому такая проблема у меня появилась, что почему-то слабо греет, я решил антифриз для начала поменять. Нигде ничего не бежит, ничего не течет, но вот помпу меняли, я говорю, лучше поменять. Итак, фиксируем, значит, еще сегодня у нас, так, подождите, подождите, часы же у меня есть с датой. Хоп-хоп, 21 января, заранее всех с натупающим Новым годом, но, конечно же, я сделаю еще видосов. Вот, пробег у меня 140 тысяч километров, ну, практически, вот, вы можете все посмотреть, да, 139, 958. И вот такой вот наборчик, тут, конечно, еще даже не все, но вот, то, чтобы показать вам. И еще зафиксирую по ценам, потому что цены постоянно меняются, скачут. Вот, я в специализированном магазине Renault купил, классный магазинчик, вот, как раз по работе ездил, купил, вот, ну, и, соответственно, ценники оттуда. Итак, масло, масло, как обычно, 5W30, SXR 900 Evolution Elf, 4 литра, 4 литра, причем, по-любому, останется на доливку, я ни разу не подливал масло в межсервисные интервалы, скажем так, да, все время я на, ну, на сервисе в гараже заливаю масло и нормально езжу, ничего тут не бежит. Вот в прошлый раз, и каждый раз у меня немножко масла все больше и больше остается. Посмотрите, здесь масло с прошлого раза осталось 2,5 литра, судя по риске, не знаю, насколько видите, почти полная канистра, 2,5 литра масла осталось у меня уже накопительным эффектом, то есть я каждый раз, чуть-чуть остается там, чуть меньше литра, и, соответственно, ну, то есть от полной канистры, то есть там не все 4 влазят, 4 с чем-то, и вот осталось. Масло купила за 1800, на 3500 у меня все вышло вместе с антифризом, но не считая дистиллированную воду, которую только что купил на заправке, на 3500, то есть 1800 у меня получается масло 4 литра, 250 воздушный фильтр, смотрите, какой-то корейский типа воздушный фильтр, кабин-эйр-фильтр, это фильтр салонный, вот, вот с этой фигней, кстати говоря, я думаю, надо скотчем проклеить алюминиевым вокруг, потому что там все равно вырезали, вырезали все равно, ну, понятно, хотя тут даже резинка есть, прям хороший, я покупал какой-то фильтрон, по-моему, он был какой-то, ну, лажей, откровенно говоря, по сравнению вот с этим, потому что этот прям какой-то добротный, добротный фильтр, непонятно где сделан, ну, в общем, вот такая коробочка с иероглифами, кабин-эйр-фильтр, фильтр салонный, AMD REN33 Original Spare Parts, 250 рублей, он на Micro, на Note, на Renault Logan, на Sandero, ну, прям нормальная тема, и так, дальше, кроме салонного фильтра, конечно же, фильтр воздушный, вот, Nordfil, компания Nordfil, ну, тут всякие разные покупают, что там особо ничего нет, самое прикольное, что здесь есть вот эта вот штучка, по-моему, в Big Filter вот этой вот дополнительной штучки нет, просто вот только вот эта бумажная основная сеточка, вот, здесь же еще в Финвале вот тоже есть, такая вот как, типа из войлока, ну, из ненатурального, конечно, тоже 250 рублей, итого 500 рублей, итого 500 рублей, плюс за 300 рублей купил оригинальный масляный фильтр, у меня ощущение, что вот эту штучку, пробку, не пробку, а прокладку, прокладку, вот такую железную, каждый раз я меняю, она стоит рублей 20-30, но мне ощущение дали, что дали ее в подарок, потому что в счете ее не указали, да и я как-то забыл, я не то, чтобы там зажмотил заплатить, я бы заплатил, там, ну, 20-30 рублей, вот, просто в счете почему-то не было указано, ну, как бы, потом я уже посмотрел счет, думаю, почему, короче, 300 рублей, вот, и купил антифриз, вот, оригинальный антифриз, он идет в концентрате, то есть здесь его нужно разводить, он минус, до минус 37 и разводится один к одному с дистиллированной водой, вот, за 300 рублей за литр всего нужно 6 литров заливать мою систему, ну, там чуть-чуть остается примерно, тоже грамм 600 еще остается, я потом в такую одну канистрочку маленькую заливаю и вожу на всякий случай, вот, и того, по 300 рублей, это дешевая цена, потому что, например, здесь в магазинах я смотрел, там, 600 почти рублей, чуть ли не в два раза дороже, там, 570, что ли, мне говорили в одном специализированном магазине, вот, может быть, конечно, не во всех, во все не ходил, врать не буду, но в тот единственный магазин, куда я звонил, там было 573, что ли, или на сайте я ли у них смотрел, вот, а тут за 300 рублей за бутылку, соответственно, 3 бутылки 900 рублей, 3 500, 3 500 стоит такое вот обслуживание моего автомобиля, ну, с антифризом, без него, конечно, было бы еще дешевле, вот, ну, и купил деслированную воду, просто на Лукоиле, сейчас вот заехал, купил, 65 рублей, ну, 3, там, за 180, 195, 195 рублей, 3 бутылки дороговато, я думаю, конечно, красная цена, и, наверное, за литр, ну, не знаю, там, 10 рублей, 20 рублей, ну, ладно, уже фигня, зато с собой не возил, не замерзла, потому что я, когда покупал, я понимал, что через несколько дней только буду делать, она бы лежала у меня, либо я с собой бы 3 литра постоянно таскал там в рюкзаке, либо она бы замерзла у меня в багажнике, ну, тоже нафиг это нужно, вот, ладно, поехал, меня уже, наверное, там ждут, мне сказали, давай, через 15 минут приезжай, как раз я заехал на заправку, чуть там это, тоже не влетел, ехал мужик на Крайслере, ну, как ехал, я уже остановился у магазина, тороплюсь, бегом-бегом, раз, дверь открываю, и в этот момент Крайслер, короче, джух, вот так вот, ну, он тоже, видимо, немножко удивился этому моменту, и потом зашел, зашли вместе с ним на заправку, он мне говорит, ты так больше дверь не открывай, смотри хоть в зеркало, я говорю, да-да, и он потом еще, ну, такой, значит, суровый мужик вот с такой бородой, а то прямо здесь бы пришлось ларгус переписать, ну, я уже проигзарировал этот момент, я просто сразу сказал, да-да, я согласен, тоже, кстати, хороший момент, лучше не спорить, там что-то как-то, лучше, когда ты понимаешь, что, во-первых, вопрос мелочевый, во-вторых, ну, действительно, ты не прав, проще быстро согласиться и ехать дальше по своим делам, ну, при этом, ну, конечно, с моментом, что переписывать ларгус, я не стал соглашаться, он как раз, когда изъявил свое негодование, я понимал, что я не прав, что я действительно в торопях не глянул в зеркало, а просто быстро открыл, мог бы остаться и без двери, и встать на целый день, и у мужика Крайслер, у него еще Крайслер такой золотой, ну, не новый, конечно, но выглядит классно, он такой универсал, золотого цвета, ну, прикольно, конечно, машина, короче, нахрен это нужно, поэтому я даже не спорить не стал ничего, я вот так вот, типа, да-да, я полный, ну, я с вами согласен, сказал я ему, мол, извиняюсь, туда-сюда, вот, ну, ладно, это уже лишнее, ну, как всегда, в моих видосиках больше болтовни, для этого, ну, такие они, болтологические, 10 минут уже болтологии, ну, наверное, еще 10 минут я пока ехал, пока на заправку, все, погнали в гараж менять антифриз, надеюсь, все будет быстро, без сучка, из-за доринки, допишу после того, как сделаю. Ну, вот и все, поменяли мне масло, поменяли воздушный фильтр, так, автомобили, автомобили, сейчас выйду на дорогу, короче, поменяли масло, поменяли масляный фильтр, воздушный фильтр, и поменяли фильтр салона, кстати, что хочу сказать, товарищи у меня вот в сервисе сказали, что фильтрон был лучше, фильтр, потому что новый фильтр, он просто бумажный, а тот был, как бы, такой ворсистый, более плотный и значительно лучше задерживал тут всякую грязь, там, мусор и тому подобное, поэтому по поводу крышки, крышки одинаковые, там резинка, и там резинка, в общем, товарищи в сервисе сказали, что предыдущий фильтр воздушный салона был лучше. Ну, и решили, что нет смысла сейчас менять антифриз. Почему? Потому что если, ну, в первую очередь решили, что стало холоднее именно из-за фильтра, то, что поставили фильтр, ставили еще летом, он засорился салонный, и поэтому печка вроде греет, все нормально, но просто воздуху сложнее проходить. Ну, у меня реально, у меня на однерке было раньше хорошо грело, сейчас на однерке слабо греет, на двойку ставишь, вроде бы греет сильнее. То есть, так вот логикой дошли до того, что, скорее всего, это просто из-за воздушного фильтра проходимость воздуха ухудшилась теплого, ну и, соответственно, поэтому стало хуже греть. Вполне вероятно, поэтому решили пока посмотреть, как будет ездить с новым салонным фильтром. Ну, и, кроме того, они сказали, что, возможно, засрался радиатор внутренний, ну, то есть, радиатор салонной вот этой печки, и в этом случае его прочистить, ну, по крайней мере, вот в сервисе сказали, очень сложно, ну, практически нереально, и проще просто поставить новый вот этот радиатор салонной печки. Причем они говорят, что там как-то двумя путями можно его поменять, либо снимать всю панель и ставить, либо обрезать трубки, поставить силиконовые шланги подлиннее, и так он легко поменяется. Стоимость там, если, говорит, из салона ставить, убирать всю панель, 5000 рублей по работе, если, говорит, из-под капота, за 1000 рублей можно поменять фильтр. Ой, фильтр этот, радиатор печки салонный. Немножко замерз, я там стоял все-таки, смотрел туда-сюда. Вот, но решили, что пока поезжу, посмотрю, то есть, антифриз тоже сказали, смысла нет. Типа, если будем менять радиатор печки, по-любому, там, антифриз сливать и все такое, давай, говорит, тогда антифриз поменяем. Я говорю, ну, давайте, без проблем. Действительно, потому что потом мне опять захочется антифриз поменять, потому что это сливали, переливали опять какие-то емкости и тому подобное. Они говорят, что он немножко поменял свой цвет, скорее всего, свойств своих он не потерял. То есть, нужно разобраться реально, в чем причина, и уже тогда поменять. Вот, поэтому я буду вам признателен, если вы мне напишите ваше мнение. Может, у кого-то тоже есть Ларгусы, кто-то много ездил на Ларгусах, Логанах. И вы мне можете посоветовать, действительно, в чем может быть проблема. Потому что часто я, именно благодаря вашим комментариям, узнаю решение каких-то проблем. Вот в данном случае сейчас вот с печкой меня интересует, почему стало холодно в машине. Прошлой зимой в машине было тепло, когда вообще никакого салонного фильтра не стояло. Ну и помпу туда еще не меняли. Тут, видите, помпу поменяли, может быть, новая помпа. Но опять как, если бы она не работала, то, соответственно, был бы перегрев двигателя, там, какие-то вот эти проблемы. Так, в принципе, она работает, я так понимаю, новая помпа. Ну, что-то, в общем, в чем-то есть проблема, потому что стало холодно. Ну, сейчас поезжу, посмотрю, там будет видно. Взяли с меня за работу 400 рублей. Я думаю, что это нормальные, адекватные деньги, с учетом того, что еще салонный фильтр меняли. Там обклеивали его таким скотчем из фольги. Ну, специально, чтобы тут никаких вообще поддуваний не было. В общем, посмотрим, как, что это будет работать. Ладно, давайте всем пока. На 15 минут затянул видос. Ну, не обессудьте, что называется. Всем не ломаться. Спасибо за комментарии, спасибо за советы по тому, что и как, и почему может случаться с автомобилем. Вот. Ну, до скорых встреч. Пока.